Всем привет! Рада видеть вас на моем канале Уютный мир игрушек Амигруми. Меня зовут Катя. Сегодняшнее видео посвящено марафону создать игрушку за 24 часа. Смысл игрушки не вязать сутки, а смысл в том, чтобы ставить таймер, либо записывать и в конце готовой игрушки уже мы подводим итоги и считаем сколько времени у нас ушло. Вот. Я записывала, я считала. В итоге у меня получилось на создание игрушки 11 часов 40 минут. Я, к сожалению, не смогла дотянуть времени до полного 24 часа. У меня, к сожалению, поджимает время с заказой. Поэтому я остановилась на готовой игрушке, которую я планировала связать. А девочки вяжут полностью 24 часа, и у них получается либо одна игрушка, либо несколько игрушек, или у кого-то даже 5. Я уже успела посмотреть. Вот. Организатор этого марафона Лиана. Ссылочка на организатора будет внизу. Обязательно проходите, смотрите. И что, давайте я вам... Немного расскажу о процессе. Я начинала вязать игрушку с 22 числа. И каждый день я записывала, сколько было потрачено времени, и сколько в итоге у меня получилось. Итог вы уже услышали. Это 11 часов 40 минут. И вязала я по сегодняшний день, по 26 августа, когда и выйдет видео. Вот так вот. В общем, я приглашаю вас к просмотру процессов создания игрушки. А мы с вами еще встретимся в конце, где я вам покажу полноценную готовую игрушку. Смысл создания этого марафона нам нужно за 24 часа, за сутки придумать, придумать игрушку и связать ее. Вот. Там кто-то любит рисовать, умеет рисовать, да, он рисует эскиз на листочке, потом потихонечку это все увязывает. Но так как я не умею рисовать, точнее я как бы пытаюсь, но на камеру это нельзя показывать. И я нашла для себя в интернете две картиночки, которые из этих двух картиночек я буду совмещать одну игрушечку. Обязательно фото вам покажу. С левой стороны был мишка, белая-белая мордочка, голубом в свитерочке. Вот по этой игрушке, по этой картинке я буду вязать игрушку изначально. А туловище я буду брать с коричневым мишком. Вот. И посмотрим, что у меня получится. Голова у него немножко не стандартная, не кругленькая, поэтому придется вывязывать голову немножко по-другому. То есть не с кольцами и громами, а с воздушных петель. Так, что я еще могу сказать? Я подобрала для него пряжу. В общем, красненькая это для свитерочка. Я не особо, как бы мне нравится голубой цвет, но мне хотелось более новогоднюю мишку сделать белого в красном свитерочке. Но так как эта пряжа тоненькая и ее придется вязать в две нити, поэтому это будет немножечко накладно. Если вдруг игрушка пойдет на ярмарку, то будет цена немножко завышена. Но я завышать цену не хочу. Хочу, чтобы игрушки были все лояльные, чтобы каждый человек, каждый покупатель мог приобрести мою искусство, так сказать, мое творчество. Так, это Ализе, Ализе Рояль 40. Так, здесь получается на 100 грамм на 480 метров. И это у нас, и это у нас, и это у нас, сейчас я вам скажу, 60% акрила и 40% шерсти. Вот такая вот мягенькая, пушистая пряжа. Я из такой пряжи уже вязала, лисенка из коричневой, поэтому опыт есть у меня с нее вязать. Дальше, основную игрушку я буду вязать беленькую, это с добавками козьего пуха, золотую руно. Также у меня уже опыт с этой пряжей есть, мне очень понравилось. После начесывания она становится пушистой. И вот подобрала же Ализе Суперлана Классик. Эту пряжу можно вязать в одну ниточку. И также вот можно совместить, и свитерочек будет голубенький, как на картинке. Это вот же тоже буду думать. Крючок у меня будет номер 2, номер 2 китайский, и глазки номер 8 я подобрала. Но это уже тоже в процессе, как бы наглядно номер 8, но может быть и меньше будут, а может быть и больше. А носик, видите, какой носик у него выделяется, у Мишки, наверное, я сделаю его из полимерной глины. Если не поленюсь вязать, конечно же. Вот, и посмотрим, что у меня будет. Вот, в общем, таймера у меня нет, чтобы вам показывать. У меня один телефон, на который я снимаю. И перед, чем начать вязать, я буду записывать время, когда я начала вязать и когда я закончила. И в процессе потом посчитаю, сколько времени мне ушло. Может быть, я и за меньше, чем за сутки успею придумать игрушечку и связать. Размер игрушки будет не больше 15 сантиметров. Большие игрушки вязать не очень хочется, это накладно и долго. А так как времени осталось чуть-чуть, потому что 26 августа нам нужно уже выложить наше видео. Поэтому у меня осталось совсем чуть-чуть времени, и я начну. Пожелайте мне удачи и до встречи! Всем доброе утро! У меня уже 23 августа. Я продолжаю вязать игрушку и хочу показать вам процесс, какой у меня получился. Также пряжа пока золотое руно. Вяжу основную игрушечку. У меня уже связалась голова. Я ее уже начесала. И вот такая вот пушистенькая у меня получилась. Дальше я связала мордочку и пару ушек. Сейчас мы ее приделаем и посмотрим, как выглядит игрушка и похожа ли она с картинкой. Ушки я не начесывала. Я их оставила простыми, стандартными. Вот так вот. И сейчас мы приделаем мордочку. Так, и примерно вот такая вот мордочка у меня получается. Вот. Глазки размер номер 8 я так и оставляю, как и планировала. Будут примерно вот на таком расстоянии, как и на картинке, по ширине. И черный носик я на вересе его буду вышивать хлопковой ниточкой, чтобы он был такой широкий. Так, такие вот процессы у меня есть. Сейчас я попробую вторую просто приложить и посмотреть, как выглядит. Ну, как-нибудь вот так вот, да? Неудобно просто держать. Короче, вот так вот мишка у меня пока получается. А потом, в конце, когда игрушка закончится, ушки затонирую немножко розовенькой пастелью. И, может быть, немножко сделаю щечки. Так, давайте посчитаем, сколько я потратила времени на голову, ушки и на мордочку. И плюс я еще сидела и начесывала. Так, получается, у меня тут я начинала один, два, три, четыре, пять раз начинала вязать игрушку. Это уже ближе к вечеру было у меня. Даже если посмотреть, начала в 5.40, а закончила в 21.45 в промежутках. На каждый процесс, из пяти процессов, я потратила первый 30 минут, 15 минут, 65 минут, 50 и 15. И минус 15 минут, это я отходила, детям готовила кушать. И получается у меня 175 минут, минус 15. И в итоге я потратила на голову 2 часа 40 минут. Вот такой вот процесс продвижения. Почти три часа я потратила. Но хочу сказать, что голова такая немаленькая, массивная. И игрушка совсем не получится. У меня 15 сантиметров, она будет больше. Поэтому схемку я записываю. Если понравится, то можно будет ее сделать мастер-классом. Буду продолжать вязать туловище. А туловище буду уже отталкиваться, какой длины будут ручки. Вот так вот. Так что я сегодня вечером еще начну процесс. И завтра с вами мы увидимся. Все. До завтра. Всем доброе утро. Сегодня уже 24 августа. И у меня уже вот такие вот процессы продвижения. Даже сказать, что большая часть игрушки уже связана. Прошло времени совсем мало. То есть у меня еще остается даже половина. Половина остается для того, чтобы что-нибудь еще связать. Хочу сразу сказать большое спасибо Леане за этот марафон. Я раньше не участвовала в таких марафонах. У меня особо некогда было. То времени, то заказы, то еще что-нибудь. А тут я все же решилась поучаствовать. Хоть и заказы меня ожмут, но все равно. И вот благодаря таким вот марафонам создаются новые мастер-классы, новые игрушки. Вот честно говоря, мне очень нравится эта игрушка. Сам формат, как вообще происходит. Сама расцветка. То, что белый мишка в голубеньком свитерочке. В общем, решила вязать свитер из пряжи Alize Lana Gold. И сделала такие маленькие полосочки, типа рисунка Джакарда. Также это все Alize Lana Gold. Начиная от светлого, средний и заканчивая темно-бордовым. А в этой игрушке я уже начесала ножки. Это как, знаете, антистресс. Берешь липучку и вот так вот сидишь, делаешь под фильм. И настолько успокаивает. Вот, и в этой игрушке я не буду набивать ножки. Они останутся такие же мягкие, чтобы они были более пластичные или, как сказать, более управляемые. Чтобы они не торчали колом, а были такие согнутые. Вывязываю ему пузико. Скоро начну сужать уже туловище. И буду подходить уже к размеру игрушки. Здесь изначально, я же говорю, планировала 15 сантиметров. Но здесь будет намного больше. Даже чуть больше 20 сантиметров. Вот. А шарфик я хочу связать из пряжи Ализе. Тоже серия Ализе. Такой же оттенок. Я вязала шапку себе в прошлом году из нее. И у меня остался кусочек. И она макси, по-моему, Ализе макси. С чем-то там супер макси. Она толстая. Я вязала крючком номер 5 шапку. Но шарф. А воротник для свитера, наверное, буду вязать крючком номер 3-3,5. И хочу, конечно, посмотреть, как это будет выглядеть. Если понравится, то оставится. Если нет, то буду вязать из Ализе Лана Голд. Вот. Оформила я уже мордочку. Пришила ушки ему. Глазки номер 8. И вышила носик. Вышивала носик хлопковой ниточкой Ализабелла. Также еще раз начесала. Он такой, я не знаю, если увидите на камеру, такой пушистый. И это все пряжа. Все пряжа. Сейчас я вам скажу. Золотое руно. Как я могла забыть. И все это пряжа золотое руно. В общем, вот эти все три оттенки, которые я пользовала для свитера. Также они еще будут в процессе у меня использоваться. Для рукавов. И может быть в воротнике тоже свяжу полосочки. Так, а на все это я потратила. Сейчас уберу. Так, сегодня я провязала полчасика, ровно 30 минуточек. А вчера вечером я начала вязание в 21.30, а закончила в 0.005. Общее время у меня вышло 2 часа 16 минут. Ну, с перерывами. Вязала крючком, кстати, мишку Бельникова номер 2. А Лана Голд я уже перебралась на крючок побольше. 2.25. Вязала вот туловище. Вот такие вот у меня процессы. И еще я на картинке был маленький пингвиненочек у него на голове. И я, наверное, все-таки свяжу ему игрушку. Раз у меня время остается, его будет личная игрушка. И ручки будут не особо толстые. И сделаю их на провочном кракасе, чтобы игрушка, чтобы ручка сгиналась. И он смог держать свою игрушку в руках. Не на голове, что у него сидела, как на картинке, а была в руках. Вот. Пока на этом у меня все. Вечером продолжу вязание. И завтра утром, 25 числа, мы с вами встретимся. Все. Или, может быть, вечером я еще подключусь. Посмотрим, как дети будут себя вести. Все. Пока. До связи. Вечер добрый. У меня уже сегодня 25 число. Вечер. Я пыталась подключиться к вам утром, но у меня не получилось. Поэтому я вам сейчас покажу отчет за вчерашний день. За 24 число. Так, за вчерашнее число. Я начала в 6.35. Закончила в 7. В общем, в течение дня я буквально садилась 3 раза повязать. И вязала всего 2 часа 25 минут. Немного, но все равно. Такой процесс. Я вот здесь 1.35 сидела. Вязала туловище. Это вот большое монотонное туловище вязала. Вот. Вязала я его также из Лана Голд. Напоминаю. Все, Лана Голд. И сегодня уже у меня вот такие вот продвижения. Начала вязать в 12. И до 5 часов. В 16.55 я закончила. Тоже садилась 4 раза. Здесь вот видно, что я последний только час повязала хорошо. Остальные 20 минуточек. 14-15 минуточек вязала. Вязала я вот эту вот пингвиненочку. Игрушечку. Сидела. Это маленькие игрушечки. Настолько мелкие детальки. Так долго, блин. Вроде уже столько маленьких игрушек провязалось. И все, удивляюсь. Как же тяжело вяжутся маленькие игрушки. Вязала я его из пряжи Ярна Джинс. Оттенок 28. Это который с белыми крапленностями идет. Вот он. Глазкий белый, кремовый. Это оттенок. Это Казал Джинс. И оранжевый. Это также Ярна Джинс. Моточки были. Связала ему шарфик. Но связала ему коротенький. Он даже не завязывается. Поэтому буду перевязывать. А вязала я его из Ализе Рояль 40. Который я показывала в самом начале. Вот. Буду перевязывать. И, наверное, сделаю потолще. А так мне очень нравится сочетание. Как смотрится красный цвет. Очень хорошо. Гармонично смотрится с черным. И с беленьким. Сразу Новый год хочется. Вот такой вот, в общем, друг готов. У мишки я продвинулась тело. Как вы уже видите. И связала одну ручку. Ручку я еще не закрепляла. Потому что будет каркас. Я буду проволоку вставлять. Чтобы он мог держать пингвиненка в руках. Но я вот сейчас не знаю. Если просто с двух сторон будет придерживать ее. его игрушку. И посмотрим, как он будет удержать. Просто я планировала, что он будет удержать как-то подмышкой. Но это надо тогда руку такую большую вывязывать. Но это уже будет некрасиво. Вот. В общем, игрушку я измерила. Она у меня ростом 25-23 см. Напоминаю, что я хотела 15 см. Но когда идет импровизация игрушки, то ты уже точно не скажешь, какая она будет ростом. А так вот визуально уже понятно, какая игрушка у меня получается. Какой рождается мастер-класс. Я все с каждым разом умиляюсь от этой парочки. Вот. Как у меня получается все. В общем, осталось мне собрать пингвиненочка. Связать одну руку, вставить каркас. Вывязать ему горловину свитера. И все пришить, и все оформить. Оформлять я буду и фотографировать, и снимать видео, наверное, завтра утром. Я хочу завтра утром съездить в парк на велосипеде. И заодно засниму его на природе. Но это я еще посмотрю, как я встану утром. Как бы планы планируются, а как наступает время к действиям, то весь энтузиазм куда-то пропадает. Так что я вроде с вами поделилась. На 4 минутки вам наговорила. В общем, рассказывать пока нечего. Я продолжаю вязать. И до связи. До завтра. Мое последнее включение по процессу работы. Я уже подхожу к концу. Сегодня 26 число. 7 часов вечера. Не успела я сделать это все вчера. И сегодня днем я была в городе. Ну, ездила в центр. Поэтому продолжаю вечером. Вот готовый пингвиненочек. Это личная игрушка его. Личный друг. И сам медведь. Сейчас он смотрится как бы нелепо. Потому что у него длинная шея. Но за счет длинной шеи я буду делать большой снуд. И у него будет большой воротник на свитере. И посмотрим, как будет уже смотреться окончательно. Такой вот медведь у меня большой получился. В общем, у меня остался только снудик. И все. В общем, подключилась еще показать вам. Я связала вот такой вот ворот. Получился 24 сантиметра в длину. И 10 сантиметров в ширину. Так что это моя последняя деталька для игрушки. Я сшиваю. И все. Ну что, вы посмотрели, да, уже мой процесс вязания игрушечки. В конце видео вы успели посмотреть мишку без полного оформления. И сейчас я вам просто покажу поближе, чтобы вы могли рассмотреть. Первая игрушечка, которую я хочу вам показать, это пингвиненочек. Это друг, который сидел у него на голове. На голову, конечно же, я его не цепляла. Он будет держать ее в ручках. Размер пингвиненочка получился 5 сантиметров. Дальше у меня основная игрушка. Это же, конечно, медведь. Вот такой вот медведь у меня получился. Белый цвет, конечно же, оттеняет. Его плохо видно. Ростом игрушка получилась 23 сантиметра. Снудик я уже пришила, одела. Можно также делать и... А, я еще распечатывала картинку, но у меня принтер... Принтер у меня... Принтер у меня закончилась краска. В общем, вот носик, его плохо видно, а вот поднятый воротник. Здесь даже можно на игрушке тоже так же сделать, но, конечно, не так будет смотреться, как... Примерно вот так вот получилось, но я так делать не буду, мне не нравится. Я опущу его обратно. В общем, вот так вот мне нравится игрушка, как выглядит, и меня результат устраивает. Если есть у вас какие-то вопросы, обязательно напишите, я вам отвечу, расскажу. В общем... Вот так он только может держать игрушку. Ручки получились коротенькие, а длиннее делать уже не актуально и некрасиво. Вот так вот. И получается, если держать посерединке, то... Не знаю, удержит, не удержит. Не хочет держать. В общем, задумка была у меня, но, к сожалению, не особо воплотилась. И если не упадет, то вот так вот. В общем, вот такой вот комплект игрушка с игрушечкой у меня получилась. Я даже не знаю, либо это его личная игрушка, либо это маленький его друг-медвененочек, с которым он все время дружит. Больше как на северного мишку похоже, да? И северный пингвененок. В общем, мой марафон подошел к концу. Вот такая вот игрушка у меня создалась. Я очень довольна результатом. Мне очень нравится мой результат. Сам себя не похвалишь, никто не похвалит. И хочу спасибо организатору сказать, что получилась такая возможность поучаствовать и создать такую игрушечку. В общем, всем пока и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok